В региональном отделении КПРФ состоялась встреча с первым заместителем Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Казбеком Тайсаевым. В ходе мероприятия наградили волонтеров, участвующих в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов СВО и мирного населения. Подробности у Али Баташева. Сегодня вся наша страна объединилась в едином порыве, чтобы разгромить фашизм, но невозможно представить себе фронт без тыла, без вашей поддержки и вашей помощи. Памятную медаль ЦК КПРФ 80 лет Донбасской наступательной операции Казбек Тайсаев вручил волонтерам, активно проявившим себя в сборе гуманитарной помощи для всех наших бойцов в зоне СВО и мирного населения новообразованных территорий России. Как и все настоящие патриоты страны, партия КПРФ с 2014 года отправила в зону боевых действий 118 конвоев гуманитарной помощи. Это более 20 тысяч тонн продовольствия, медикаментов, техники и оборудования. Все, что необходимо для наших бойцов на передовой для победы, наша партия это все организовывает. Под руководством Геннадия Андреевича Зюганова и Владимира Ивановича Кашина организовывается эта работа. И все конвои, которые отправлялись, северокавказские партийные организации ни разу в стороне не остались, участвовали во всех конвоях. Я так понимаю, что благодаря в том числе и вам, вам огромное спасибо, низкий вам поклон. Просто вам всем огромное спасибо за то, что вы поддержите наших мальчиков. От имени матерей я благодарю вас всех и каждого. Гюльнар Наконовоинцева и Светлана Дьяченко из станицы Зеленчукской ездили в Мариуполь с гуманитарной миссией в сентябре этого года. Побудили обычные чувства, желание помочь, желание не оставить людей в беде. Несмотря на то, что активная фаза боевых действий в городе Мариуполь уже завершена, осталась большая гуманитарная катастрофа, где, конечно, нужны руки. Да, перед самой отправкой мы уже ехали, люди начали говорить, ой, ну как вы на это решились? Да, посмотрели новости, потому что показывают. Не то чтобы страшно, а волнение, конечно, было, потому что неопределенность была, была неизвестность. Скорее всего так. Еще раз поедете? Поедем. Баблина Барлакова из села Николаевского организовала в своем населенном пункте точку сбора гуманитарной помощи. У нас группа есть от населения, кинула туда в группу, девочки, мальчики, женщины, мужчины, кто там, наши, давайте поможем. И спасибо нашему селу, все почти откликнулись. Отправила несколько газелей, я надеюсь, дальше еще у меня лучше работа пойдет, я немножко уже научилась. Награду получила и сотрудница нашей телерадиокомпании ГТРК Карачаева-Черкесия Лилия Шоштаева. Надежный тыл – это основа сильного фронта, поэтому волонтеры Карачаевой-Черкесии выражали готовность участвовать в сборе гуманитарной помощи и его доставке на передовую. В ходе встречи Казбек Тайсаев ответил на интересующие вопросы и поблагодарил всех участников за оказанную людям помощь. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.